Я советую ее сфотографировать на самом деле, потому что эта таблица вмещает в себя все методики, которые мы сегодня будем разбирать, классификацию по Миллеру и все те нюансы, которые не вместила в себя классификация по Миллеру. Абсолютно простым интегральным методом вы берете карандаш, находите свою клиническую ситуацию и у вас выбор этой клинической ситуации решает метод оперативного вмешательства, который вы будете производить. Например, Алексей, а может быть мы распечатываем? А потом, да, я могу сейчас ее дошли. Вот как-то на обеде, может быть, и задача, потому что она нам нужна будет. Вот в течение всего этого времени мы будем все время об этом разговаривать и будем постоянно в эти таблицы возвращаться. Ну, например, у нас первый класс лицессия с глубиной больше 2 мм и в сообразии твердых тканей. Да, вот мы сводим два параметра и видим, каким методом мы будем оперировать эту рецессию. Данная таблица просто разработана для клинического применения врача в ежедневной практике. Может, тут не тратить время? Да, да, я упростила максимально, да. Да, эта таблица создана мной лично, она нигде, ее больше нет. Это труд мой личный на основании как бы своего опыта и литературы всей возможной. Это удобно. Вот эта интегральная система, да, это удобно. Я ткнул пальцем и увидел, что тебе делать. Конечно, у тебя во время операции будут какие-то нюансы, но по сути ты уже знаешь, как ты выполняешь работу. Если операция правильно спланирована, опять же, будет успешно. Я не забываю постоянно вам об этом напоминать. Поэтому вот, например, да, рецепт глаз летелся больше 2 мм. И образие этого ткани, метод, который мы выбираем, это крональное смещение двусловным методом с любым пластическим материалом лица аутотрансплантатом, если вы захотите, плюс реставрация твердой ткани, доцементное эмалиевое соединение. Потому что здесь у нас, да, как отягощающий фактор, это образие этой ткани. Это классический материал, твердая мозговая оболочка, аллогенная, летелизированная. Мы ее используем в парадонтологии, как пластический материал, заменяющий применение аутотрансплантата при определенных методиках. Это типа мукографка, что ли? Нет. Она плотная. А я вам ее дам потрогать. Она здесь есть. Ну, прям мозговая оболочка, но она плотная. То есть она не рвется, ее сложно... Но это не препараты нарезанные, это просто взятые, собственно... То, из чего потом делается сам продукт. Вы можете использовать любой пластический парадонтологический материал, какой вы хотите. Я советую не брать тонкие мембраны, естественно, никакие. Ну, и стараться уходить от использования ксеноматериалов, потому что, конечно, это вообще 19-е, это просто памятный век уже. Вот эти пропеченные, зажаренные кости сильные, мертвые. Ну, вот кто будет в третий день, я просто покажу клинический пример. Существующий. Они 5 лет стоят вот в пазухе, у меня... Они там вот прям колом, да. Все, каждая гранула на месте. Ну... Почитать можно? Да. Да-да-да. И прямо на КТ можно взять и вот попробовать. Ну вот. А теперь я бы хотела вам предложить формат. Я жду от вас обратной реакции. Значит, мы бы хотели вот каким образом сейчас разобрать операцию, и я параллельно вам прорисую ее, и сразу сделаю на биологической модели, покажу вам ее руками. Или мы будем это делать сразу, сейчас, одномоментно. Я буду рассказывать... Сначала разобрать. Показание. Все, все, все. Нет, нам только что про разобрать. Не, мы разобрать ее, а потом уже отучить. Хорошо. То есть мы сейчас методику разбираем с вами на клиническом примере, а потом я беру биологическую модель и повторяю то же самое. Всех так устроят. Коллеги. Да. Да, замечательно. При корональном смещении, с чего начинается каждая операция, то есть анестезия. Анестезия выполняется классическим методом. Интернационная, неуданная. Никаких там чудес нету, да? То есть никаких даже проводников, анестезий, никаких программпозитов не делают, естественно. Сейчас я изображу... Можно такую ремарку? Да. Чуду, допустим, вы конкретно прочитаете эту операцию. Анестетик, ультра-калинга и спорта. И все, больше ничего не делала. У меня был такой ожог. Когда-то от нашего одного анестетика, не буду про него говорить, ничего. Но у меня было ощущение, что я купила что-то не то. Я больше никогда не экономлю. Может, и Каин купили? Ну, я так, да. Просто у нас был перебой, когда начались эти санкции. У нас какая-то была в городе проблема с литро-Каином. И я пошла, пришла, ничего нету. И ассистент мне заказала. А вы можете вот это делать? В общем, да. Нет, я только ультра-Каином работаю. По геориаппликационному. Никакой, по геориаппликационному. Это очень здорово, но просто любовь. Эстезии. Потому что это не детский сад. Это серьезное вмешательство. Мы с вами сегодня будем говорить о том, какие препараты можно в области, да? Слизистая использовала во время оперативного вмешательства. Потом, зачем нам этот гель? Он ничего не решает. Вот у нас был такой доктор дагестанского происхождения в Петербурге. Я у него училась делать анестезию в институте. Он меня научил делать не больно. Вот моим пациентам никому никогда не больно. Есть единственный прием. Надо очень сильно натянуть свободную слизистую. Затянута и можно чуть-чуть. Да. И все. Никакой гель вас не спасет ни от чего. Ну, это как бы просто... Ну, это детская стоматология, да? Мы в ней не работаем на сегодняшний день. Значит, после выполнения анестезии, мы начинаем моделировать дизайн-разрез. Я вас очень всех прошу. Не бросайте здесь скальп. Нам нужно с вами построить дизайн-разрез. Я попробую рисовать так, чтобы... А я сейчас подождите. Я сейчас подготовлюсь, чтобы не было что-то переключать. Мы с вами... У меня есть это и там тоже. Мы все просто обсудим поэтапно. Сейчас я вас переключу. Вот это наша рецессия, да? Ну, по-моему, ничего не было. Нет, нет. Видно. Какие параметры? Мы уже решили, что мы будем делать ферональное освещение, ну, каким-то там однослойным или двуслойным методом. Пусть однослойным. Вот самая простая ситуация наша. Вот здесь нам. Такие параметры нам нужны для того, чтобы выполнить дизайн лоскута. Глубина рецессии. Наоборот, на самом деле. Ну, чтобы вы поняли, да? В принципе, раз мы уже выбрали корональное смещение, значит, дифференциально и интегрально этот метод подходит под нашу работу. В данной ситуации мы должны еще измерить прикрепленную дизину, чтобы принять решение, каким методом мы оперируем, двуслойным или однослойным. Ну, допустим, что у нас очень благоприятная ситуация, у нас 3,5 мм здесь есть, мы мы оперируем вот этим методом. Вот этим методом. Однослойным корональным смещением. Значит, вот эти 3,5 мм, я сейчас их вот даже вам висит в виду, это прикрепленная дизина. Не дергать. Спасибо.